МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Оксаны Устинова. Сегодня в этом выпуске. Президент России принял участие в форуме Общероссийского народного фронта. В мероприятие собрало 4000 участников из всех регионов страны. На доплату неработающим пенсионерам в 13 регионах выделили 7 миллиардов рублей. Егор Борисов поручил обеспечить безопасность икутян в период новогодних праздников. Президент России Владимир Путин выступил на форуме действий ОНФ «Россия устремленная в будущее». В своем выступлении президент говорил о важности сохранить то, что неимоверными усилиями создавалось в последнее время и о задачах на ближайшие годы, в том числе по созданию новых точек для роста и развития всех российских регионов. Что нам только с вами не предрекали в начале 2000-х годов. Это и развал страны, государственный коллапс, это и вымирание нации, это неспособность ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись в борьбе с международным терроризмом. Невозможность решить многие социальные проблемы, выйти из экономических проблем. И действительно, ситуация была очень сложной, а порой даже критической. Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по внешнему направлению в развитии, шагнули далеко вперед и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны. Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед. Путин подчеркнул, что Россия сама достигла всего этого, и главное, благодаря усилиям ее жителей. При этом президент признает, что предстоит сделать еще многое и формулирует главные задачи на ближайшую перспективу. Нам еще очень многое предстоит сделать, прежде всего ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. А уровень этих проблем еще, к сожалению, пока очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы. Какие? Это сбережение и преумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, до всех регионов нашей огромной страны. Наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях, как таковых, в широком смысле этого слова, в образовании. Все эти задачи на годы вперед. И нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе вновь придется все начинать практически с нуля. Форум ОНОЭФ соврал 4000 участников из всех регионов страны и стал самым масштабным с участием Владимира Путина после старта избирательной кампании. К другим темам. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил 7 миллиардов рублей на доплату неработающим пенсионерам в 13 регионах в 2018 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Средний размер доплаты составит от 2300 рублей до 8400 рублей. Выплаты получат и пенсионеры Якутии. По данным Пенсионного фонда России, из 43 миллионов российских пенсионеров работает примерно треть. При этом средний пенсионер имеет доходы не ниже прожиточного минимума. Егор Борисов поручил обеспечить безопасность якутян в период новогодних праздников. Все подразделения МВД переведут на усиленный режим работы. Особое внимание будет уделено местам проведения праздничных мероприятий с участием детей, увеличено количество патрульных нарядов и сотрудников, привлеченных к охране общественного порядка. Оптовые базы и торговые объекты, где в эти дни ожидается массовый наплыв посетителей, также будут обеспечены усиленной охраной. Безопасность на дорогах в усиленном режиме будут организовывать подразделения ГАИ. Между тем, главным управлением МЧС России по республике разработан и учрежден план мероприятий по предупреждению пожаров в период новогодних праздников. Как правило, именно в это время наблюдается резкий скачок количества пожаров. Должны приниматься все меры обеспечения безопасности людей, тем более традиционно будет скопление людей, детей в том числе. Это очень важно, мы должны следить за всеми событиями. Мы должны делать все возможное, что таких даже не только в случае, а вообще должны предпосылки исключить. О недостатках в работе органов местного самоуправления по организации антикоррупционной деятельности и об изменениях законодательства в сфере противодействия коррупции сегодня говорили участники семинара совещания главы муниципальных образований. Отмечено, что во многих муниципальных образованиях разработана вся необходимая правовая база в сфере противодействия коррупции в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. По предложению Егора Борисова были приняты изменения в федеральный закон о муниципальной службе. Отныне в случае, если сведения будут признаны недостоверными, глава региона имеет право прекратить полномочия муниципальных руководителей. Народные депутаты Якутии внесли единственную поправку в законопроект о госбюджете республики на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Поправкой выделяются бюджетные гарантии в сумме около 140 миллионов для приобретения трех самолетов, которые планируют использовать для перевозки в Вилюйскую группу Улусов, Заречные Улусы, Хандыгу, Джабарикихая, Усьмаю и Солнечный. Данный вопрос оказался спорным, где взять эти бюджетные гарантии. Четкое решение будет принято после обеда. Сети частных образовательных учреждений обсудили в Якутске. Мэр города Иса Николаев провел прием граждан. Жители обратились с вопросами о предоставлении жилья, о состоянии жилого деревянного многоквартирного фонда, о развитии сети частных образовательных учреждений. Рассказывает Саргалана Федорова. За последние четыре года количество детей, поступающих в первые классы, в столице стабильно увеличилось. В этом учебном году их количество достигло до 5143 первоклассника. Устроить ребенка в нужную школу получается далеко не у всех. Бывают и случаи, что дети не попадают в первый класс, потому что нет мест. Маму шестерых детей Екатерину Акимову волнуют перспективы развития частных школ. Ответ был такой, что над этим вопросом будут думать, созовут отдельное совещание, потому что частные школы образовательные надо поддерживать. Сегодня в Якутске работает шесть частных школ. Те, кто занимаются частными образовательными учреждениями, предлагают, чтобы частники смогли участвовать в программе создания новых учебных мест, как это получилось с детскими садами. Субсидирование частных детских садов решило проблему с переполняемостью детей в дошкольных учреждениях. Так, за счет предпринимателей, работающих в сфере услуг по дошкольному образованию, было создано почти 2500 мест. Есть проблемы, связанные с федеральным законодательством, которое не предусматривает прямого финансирования родителей, чьи дети ходят в частные образовательные учреждения. Мы поэтому будем вместе с управлением образования, с предпринимателями рассматривать варианты, которые можно реализовать на уровне муниципалитета, чтобы часть таких образовательных услуг у нас и через частные учреждения тоже предоставлялась. Жильцы квартир, оставшихся на расселении, просят включить в программу переселения из ветхого аварийного жилья на 2018 год и оказать содействие в выделении квартир взамен аварийного жилья. К сожалению, тут надо честно сказать, что федеральная программа не всегда учитывала и учитывает особенности той или иной семьи, наличие людей с хроническими заболеваниями, инвалидов. И, конечно, каждый такой вопрос надо смотреть индивидуально. И, к сожалению, во многих домах ремонты по капремонту, по фонду капремонта идут на 2023, 2024, 2025 год, а когда как ремонт этот надо делать буквально в 2018 году и не позже, иначе дом пройдет в полностью аварийное состояние, и в итоге правительство и муниципалитет потратим значительно больше для того, чтобы потом людей расселять из таких домов. Глава с руководителями структурных подразделений принял решение по всем поступившим обращениям. Далее Департамент жилищных отношений, службы эксплуатации городского хозяйства совместно с округами будут отрабатывать данные вопросы. Саргылана Федорова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск. Минструи Республики объявила о начале приема документов от граждан для участия в подпрограмме арендного и наемного жилья. Принимать документы от граждан будут 24 декабря с 9 утра до 17 часов. На арендное жилье по льготной стоимости, как сообщили в Минстрое, могут претендовать семьи с детьми-инвалидами или детьми, имеющими тяжелые заболевания, требующие длительного лечения в городе Якутске. При этом они не должны быть собственниками жилья или нанимателями по договорам социального займа. Присвоение порядковых номеров заявлением и пакетом документов от граждан будет вестись в реестре автоматизированным способом в момент принятия пакета документов. До полного восстановления канализационных сетей в поселке Устнера осталось отремонтировать еще 4 напорные станции. Напомним, в связи с разморозкой системы водоотведения в конце октября в поселке была объявлена ЧС муниципального характера. Тему продолжит наш корреспондент. Система водоотведения в Устнере – это 46 автоматизированных напорных станций и несколько километров трубопровода. На сегодняшний день восстановлено более 2 километров трубопровода, работает 40 насосных станций. Восстановительные работы ведутся силами ООО «Персей» и подрядных организаций. Хорошо работают бригады предприятий «Хатой» и у ЖКХ «Аймеконье». Восстанавливали отопление на септик Андрианова 6, который был полностью разморожен. Результатом объявления ЧС были выделены деньги с районной администрации, с резерва на закупку труб, изовера, другого утеплителя, вентилей, задвижек. В завершение осталось 4 септика, которые были полностью разморожены. Только «Аймеконские морозы» не сдают свои позиции. Ночами уже ниже 50 градусов, и многие участки приходится отогревать снова и снова. В конечном итоге страдает население и поселок. Фекальные разливы продолжаются. 31 ноября повторно нас уже затопило тут, и не могли выйти даже с двери. Сын у меня с форчки вышел, раскопал. Это было замерзшее, но не полностью еще, вода была. Но люди потом только пошли на работу. Вот представьте себе, это кругом лед. Что будет весной? Светлана Куцелуева, Павел Комин, НВК Сахар, Уснера. Смотрите сегодня вечером в нашем выпуске. Цифровое теле и радиовещание пришло практически во все населенные пункты республики. Сегодня в Якутске символически запускают цифровое вещание. Парламент Якутии предлагает выделить около 140 миллионов рублей на приобретение трех самолетов. Какие еще законопроекты сегодня приняли законодатели? Сегодня в Алёкминске введут в строй последний дом по программе переселения из Ветхого Жилфонда. Это все новости. До встречи.